Здравствуйте, меня зовут Александр. В этом видео я хотел вам показать, как правильно устанавливать автоматику для откатных ворот Миллер Техникс 1000. Также хотел вам сказать, что вы можете приобрести автоматику по акционной цене и получить бонусы на сумму 55 евро. Для этого вам нужно подписаться на наш канал, оставить комментарий, из какого вы города, и за подробностями акции переходите по ссылке под видео. В бонусные подарки входят зубчатая рейка дополнительная, дополнительный пультик дистанционный, сертификат на дополнительную гарантию на 2 года. А еще о подарках я вам расскажу в конце видео, так что досмотрите это видео до конца. В данный момент мы сейчас распаковываем автоматику, что у нас входит в комплект. Это одна пара фотоэлементов, сигнальная лампа, подробная инструкция с цветными фотографиями, гарантийный талон на 36 месяцев и 4 метра зубчатой рейки. Монтажное основание мотора, сам мотор, крепежные болты, а также магниты для концевых выключателей, боковые крышки, которые одеваются здесь, после того, как закрепится автоматика. Два пульта дистанционных. Начинаем устанавливать автоматику Miller Technics 1000. Первым делом мы подготовим мотор к установке. Для этого нам надо взять монтажное основание. Я вырезаю вот эту площадочку, чтобы нам было проще завести потом провода сюда. Берем болты крепежные, те, что предоставляются в комплекте. Сюда высыпаю для удобства. Болтик, граверочек и шайбочка. И прикручиваю. И так все четыре болта. И обжимаем это все ключом. Мы основательно прикрутили мотор к монтажному основанию. И еще раз вам покажу, для чего мы вырезали вот этот хлястик. Вот он стоял здесь, мы его вырезали. Для того, чтобы сюда завести провода. Вон у нас есть отверстие, в моторе в самом, вон там дальше, есть отверстие, чтобы мы могли провести там провода. Мотор мы сам подготовили. Теперь мы собираем зубчатую рейку. Хотел вам показать, что рейка имеет яйцеобразные, где овальные отверстия. Они нужны для регулировки дальнейшей рейки. Мы берем вот такие вот, где бабушки. Вот они. Выкручиваем болтик. Я хотел ваше внимание обратить, что бабушку надо прикручивать вот так, вот так. Видите? Не вот так, как прикручивать некоторые, а вот так. Для чего? Здесь мы имеем толстую, видите, такую толстую для приварки ее к воротам. Вот здесь вот это место приваривается к воротам. Поэтому оно уширенное, толстенькое идет. Обязательно болтик рейки не вниз ставим, а вверх. Вот так вверх. И закручиваем до конца. И таким образом мы собираем все рейки. Кому 4, кому 5, кому 6, кому там 10 надо. Это все зависит от проема. Итак, мы собрали все 4 рейки. Подготовили мотор. И приступаем к выбору места монтажа самой автоматики. Итак, выбор у нас, как бы сказать, невелик. У нас есть провод, где выходит из земли. Подключение это 220 на мотор. Здесь мы имеем железный швейлер, к которому мы будем приваривать наше монтажное основание для самого мотора. Мы определились с местом установки. Сейчас мне нужно завести провод, так как провод идет из земли. Мы заведем его сразу в мотор. Для этого мы открываем крышку. Снять крышку полностью выкручивать болты не надо. Их надо только приоткрутить. Там есть пазы. И вверх ее поднимаем. Я завожу провод сразу, так как если я установлю монтажное основание, мотор, то будет потом сложнее его туда завести. Заводим сам провод в мотор. Я подниму. У нас есть те отверстия, которые я говорил, вот прорезаны. В него мы и заводим наш провод. Теперь мы его подвигаем. И займемся выставлением мотора с помощью зубчатой рейки. Прилаживаем зубчатую рейку к месту приварки. И выставляем мотор так, чтобы зубчатая рейка находилась по центру шестеренки. При этом, чтобы был обязательно зазор между воротами и самой автоматикой. Мотор мы выставили полностью. И так как мы не можем приварить монтажное основание к швеллеру, так как монтажное основание далеко находится от швеллера, нам не хватает металла. Мы здесь не приваримся. Мы будем использовать вот такие вот трубки. Установлю здесь и здесь. Вот таким образом. Сейчас я их приварю к швеллеру и к самому основанию. И мотор у нас будет установлен практически. Сами трубки мы к монтажному основанию приварили основательно, а к швеллеру трубку прихватили. Потому что если после приварки рейки концевой выключатель попадет на бабушку, то нам придется двигать мотор, чтобы нам было легче его отрезать. Приступаем к монтажу самой зубчатой рейки. Приложим зубчатую рейку к месту приварки. Я ее выставляю примерно от края самого мотора до бабушки 8-10 сантиметров. Делаю метку на воротах, там где будет стоять бабушка. Первая. Первой я буду прихватывать среднюю бабушку. Переставляем рейку таким образом, чтобы средняя бабушка попадала на шестеренку. Над шестеренкой стояла. Вот таким образом. И теперь, так как наша бабушка сдвинулась первая, мы сдвигаем сами ворота к этой бабушке. О, видите, пометки выставляем, попадаем. После этого мы прихватываем среднюю бабушку. Почему я всегда привариваю первую бабушку? Это среднюю бабушку на первой рейке. Для того, что нам надо сыграть высоту. Высоту поймать, как на весах. Мы имеем центр. Теперь мы точно выставим, вот она, видите, как ходит. Чтобы у нас такого не было, что мы ее вот так приварили. А здесь задрата получается. Или наоборот, там задрата, а здесь внизу. То есть метод от весов. Вот мы первую бабушку прихватили, среднюю. Теперь мы переводим ворота в ручной режим с помощью ключа, который поставляется в комплекте. Вот такой вот ключик. Ставим его, попадаем по шлицам обязательно. И поворачиваем против часовой стрелки. После того, как мы перевели в ручной режим, приоткрываем ворота до конца. Вот возвращается бабушка у нас. И ставим ее в самый низ, чтобы она лягла на саму шестеренку. После этого мы проподнимаем рейку на 1-2 миллиметра от шестеренки. Вот так, чтобы был зазорчик между рейкой и шестеренкой. Видите, шатается. Значит, есть зазорчик. И в таком положении прихватываем первую бабушку. Сдвигаем ворота вперед, закрываем. А так же сам опустили до самого низа вниз, до самого упора. И после этого приподнимаем на 1-2 миллиметра, чтобы был зазорчик. И делаем прохватку. Первую рейку мы выставили. Теперь мы прикрываем ворота и приступаем к монтажу второй и третьей, четвертой рейки. Они выставляются чуть-чуть по-другому. Мы приступаем к установке второй рейки. При установке последующих рейок нам очень важно соблюдать шаг зубья. Для того, чтобы соблюдать шаг зубья, мы будем использовать еще одну рейку. Подложим рейку, под установленную нами уже тоже рейку. И опускаем саму рейку, соединяем их полностью. И после этого прихватываем первую бабушку второй рейки или третьей, ну, последующих рейок. Мы прихватили первую бабушку на второй рейке. Теперь будем прихватывать третью. Для этого мы должны, опять-таки, не забывать о очень важной детали. Зазор между рейкой и зубчатой шестеренкой. Приподнимая ее на 1-2 миллиметра вверх. Вот опустили и приподняли на 1-2 миллиметра вверх. И теперь прихватываем среднюю. Мы установили вторую рейку. Все последующие рейки устанавливаются точно так же. И не забывайте соблюдать шаг зубьев. И высоту между шестеренкой и самой рейкой. Мы прихватили все зубчатые рейки. Теперь мы обязаны сделать контрольную проверку. Чтобы на стыках нигде не стучало. И чтобы не зажимал рейка мотор. Для этого мы открываем ворота полностью. И проверяем, не зажимает ли она нигде. Открылась идеально. Закрываем. Закрылась так же самое идеально. Все бобышки мы в данный момент не обваривали. Только прихватывали. Для того, чтобы в случае чего можно было бы их отрезать и переварить. На данный момент мы убеждаемся в том, что бобышка не попала на место концевого выключателя. На месте установки концевого выключателя нет бобышки. Вот здесь. И даже имеется место для его регулировки. Если бы бобышка попала бы как раз на место установки концевого выключателя. И мы не можем поставить концевой выключатель, так как мешает. Здесь он далеко. Поэтому мы мотор не приваривали, а только прихватывали. Чтобы если в случае чего можно было бы сдвинуть мотор. После того, как мы убедились полностью, что нам ничего не мешает, мы приступаем к обварке рейки и обварке самого мотора. Мы сделали обварку всех агрегатов. Все рейки обварили. Мотор так же само приварили уже основательно к швеллеру. На данный момент сейчас мой помощник делает антикоррозийное покрытие. То есть загрунтовывают все сварочные швы. То, что я рекомендую всем делать. И у нас осталось это подключить мотор и его запустить. Приступаем к подключению самого мотора. И так же хотел вам сказать, что на данном проеме мы не будем использовать фотоэлементы и лампу. Поэтому мы подключим только 220. Если вы хотите увидеть, как подключать фотоэлементы и лампу к мотору, то посмотрите наше видео на нашем канале. Ссылку оставим в описании. Снимаем защитный кожух с платы. Вот этот клеммник. Вот сюда мы подключаем 220. Земля фаза 0. Я достаю клеммник и подключаю питание. В данный момент я подключаю землю, заземление мотора. Вот тут. Это проводочек идет с самого мотора. Земля. То же самое земля идет и на плату. Дальше мы подключаем фазу. Это у нас красный. Это фаза. И следующий у нас 0. Вот синий там 0 используется. Теперь клеммник посадим на свое место. Есть. Все. Подаем питание на мотор. После того, как мы подали питание на мотор, мы открываем ворота до середины. После этого переводим мотор в автоматический режим. Данным ключиком, который поставляется в комплекте. И поворачиваем по часовой стрелке. Мы должны нажать на пульт и посмотреть, что будут делать ворота. Открываться или закрываться. На данный момент ворота должны открываться. Если они у нас закрываются, мы должны будем поменять полярность на моторе. Вот в данный момент они закрываются. Мы останавливаем мотор пультом. И будем менять сейчас полярность на моторе. Для того, чтобы нам поменять полярность мотора, нам нужно будет поменять черный и белый провод, поменять местами. В этом клеммнике вынимаем клеммник и меняем провода местами. Есть. Снимаем питание. Я здесь отключу фишкой. И вставляем назад. После того, как мы сняли питание и подали по-новому, мы проверяем, что у нас будет делать ворота. Открываться или закрываться. Они должны открываться. Они у нас открываются. Значит, мы правильно подключили данный мотор. Мы убедились в том, что у нас подключение правильно. Нам нужно установить концевые выключатели. Для этого надо определиться, где передний, где задний. Имеем вот таких два концевых выключателя. Устанавливаем их относительно около мотора. Недалеко. Один с одной стороны, другой с другой стороны. Нажимаем на пульт, чтобы ворота поехали. И синий концевик остановил нам ворота. Значит, мы попали. А это задний. Мы определились. Теперь выставляем передний концевик и потом будем выставлять задний. Снимаем красный концевик. Нажимаем на пульт и ворота едут. Открываем полностью. Не забудьте, что вам в данный момент надо остановить пультом ворота. То, что сделал я. После этого устанавливаем концевик возле геркона. Вот где концевик мы устанавливаем напротив геркона. Вот геркон, вот концевик. После этого мы нажимаем на пульт и делаем их немножко закрытия. Остановили. Еще раз открываем. Все. Он остановил. Выставляем задний концевик. Закрываем полностью ворота. Я их закрываю автоматически. И останавливаю пультом. Теперь устанавливаю задний концевик напротив геркона. Вот наш геркон. Теперь нам нужно провести обучение ворот под расстояние данного проема. Для этого нужно нажать на кнопку тест и удержать ее 3-5 секунд. После того, как ворота поехали, они сами откроются и сами закроются. Мы больше ничего не нажимаем. Ждем их полное обучение. После того, как ворота прошли обучение, нам нужно включить плавный финиш. Он включается третьим дип-переключателем. Вот он здесь находится. Мы его включаем. И подрегулируем еще концевой выключатель. Проверяем задний концевой выключатель. Ворота не дошли до конца. Нам нужно подвинуть задний концевой выключатель. Здесь мы должны оставить зазор от 8 мм до 1,5 см. Для этого мы подвинем задний концевой выключатель. Примерно где-то так. Делаем его проверку. 1,2 см. У нас все отлично. Обжимаем концевик. Как проверить передний концевик? Для этого мы переводим ворота в ручной режим. Против часовой стрелки поворачиваем. Берем ворота и сдвигаем. Сдвинутся они у нас и на сколько. В данный момент сдвинули сантиметра 3. Это идеально. Значит нам его регулировать не надо. Мы его только зажмем. Закрываем чуть-чуть ворота. Останавливаем. Фиксируем сам концевой выключатель. Еще хотел бы вам показать, как синхронизируются дополнительные пульты с мотором. Для этого нам надо нажать на кнопку ЛИАН. Вот она здесь. Вот я вам покажу. Нажали и отпустили. Засветился светодиод. Нажимаем на пульт и держим. Цветодиод проморгается. Пульт записан. Это клеммник у нас мотора. Он уже подключен. Мотор уже здесь подключен. Это клеммник у нас конденсатора. Вот находится конденсатор. Вот он клеммник его. Следующий клеммник, это если бы использовали бы мы сигнальную лампу, мы бы сюда ее подключали. Это клеммник для сигнальной лампы. Дальше у нас идет яркон подключен. Вот где концевые выключатели сюда подключаются. Здесь у нас инфо и GND. Это от фотоэлементов сюда подключается. Управление фотоэлементами здесь. Здесь подключается open. Здесь у нас перемышка на стоп. Мы ее не трогаем. И так же само мы не трогаем перемышку на фотоэлементе. Так мы их не используем на данный момент. Здесь у нас push. Это для кнопки. А здесь у нас выходит где-то AS15. Вот здесь вот. Это питание для агрегатов. Для фотоэлементов. Для GSM-модуля, если устанавливать. Вот это у нас здесь подключается. Закрываем крышку. Надеваем кожух. На этом все. Наш монтаж подошел к концу. Напоминаю вам так же само про подарки. Зубчатая орейка дополнительная. Дополнительный пультик дистанционный. Сертификат на дополнительную гарантию на 2 года. При покупке автоматики вас ждет еще один подарок. Бесплатная доставка с оплатой при получении. Для этого вам нужно подписаться на наш канал. Оставить комментарий с какого вы города. И за подробностями акции переходите по ссылке под видео. Всем до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok